Трое украинских бойцов ранены на передовой сегодня. Боевики 10 раз обстреливали наши позиции. Из гранатомётов, пулемётов и стрелкового оружия открывали огонь неподалёку от Крымского, Светлодарска, Маринки, Лебединского, Павлополя. А по защитникам Водянова ударили из миномётов 82-го калибра. Подробнее о ситуации расскажет наш военкор Ирина Баглай. На горизонте вражеские позиции, с которых не сводит глаз Станислав. Регулярные обстрелы боевики сменили на ночные вылазки диверсантов. Тут есть балка, по которой они любят лазать. Они ночью подповзают. Накануне пять боевиков снова попытались пройти незамеченными. Не удалось. Пехотинцы отбросили их назад. Цель диверсантов не штурм, предполагает командир. Скорее всего, они пробираются в тыл. Задача заминировать территорию радиоуправляемыми минами. Можно прийти, поставить на дорогу, сесть неподалеку и ждать. Можно зайти, перерезать прогрессу, поставить рядом мину и ждать на звездки. Сейчас с биноклем, а четыре года назад с синим-желтым флагом Станислав увидел врага в лицо на площади в Донецке. Тогда, 13 марта, пролилась первая кровь украинца, когда на проукраинском митинге до смерти забили 22-летнего Дмитрия Чернявского. И Станислав видел, кто заполонил его украинский Донецк. Там было очень много людей из Москвы. Я одного телефон попросил позвонить, я не могу, у меня тариф не ваш, я из Москвы. Я думал, ну один, другой, третий. Это уже не случайность. Тогда парень решил, пойдет с оружием защищать свою страну. Потому что оккупанты пришли на нашу землю, начали вбивать украинцев. Но я вижу это на собственном очи, как они в подвалах людей вбивали. В Донецке по-прежнему живут украинцы, которые ждут освобождения от оккупантов и не скрывают своих взглядов. Станислав поддерживает с ними связь. Мою соседку сейчас посадили в тюрьму за правоукраинскую позицию. Преследований не боится и сам. Я не могу скрывать свое обличие. Я защищаю свою землю. За родным Донецком тоскует, но нашел второй дом. Было очень тяжело. А потом я звукся. Винница – это очень доброе место. Помимо службы, в будущем Станислав снова видит себя студентом. Вынужден был оставить Донецкий национальный технический университет, будучи на третьем курсе. В оккупированном городе остались и все документы. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Луганской области. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует... Продолжение следует...